здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа золотые перья как обычно по средам мы приглашаем наиболее популярных журналистов наиболее популярных наших еженедельников к нам в гости и они рассказывают о свежем номере своей газеты и сегодня у нас в гостях блестящий это аванс журналист еженедельника номер один владимир пашенюк володь пожалуйста насчет блестящего нет я не не беру свои слова обратно ты им уже становишься потихонечку пожалуйста но сразу наверное делу начнем рассказали что о чем писал номер один в этом номере у нас любовь ульянова очень талантный журналист разбиралась в криминальной истории который разумнулся в китайском районе там значит местные граждане инициативная группа устроили охоту на браконьеров обнаружили трех человек обнаружили в лесу трупы косуль почти разделанные туши и казалось бы поймали злодеев все хорошо но двое из этих злодеев оказались бывшими сотрудниками мвд ныне адвокатами а третий действующий сотрудник полиции ну кто у нас еще браконирит да как не они естественно начались различные проволочки что-то там оружие то было то не было следователи говорят мы ничего не видели и так далее и так далее вот такая очень печальная история между тем кто будет отвечать за браконьерство учитывая что это еще не первый случай подобный вот вопрос очень острый но это вопрос уже видимо вышестоящим правоохранительным органам в том числе и в министерство внутренних дел и так думаешь прокуратуры республики пускай они разбираются это конечно а то что вы эту тему подняли молодцы поехали дальше так едем дальше значит у нас все мы помним историю про курумканские подмены раздирающая на всю страну прославила и нашу республику отдельно курумканский район моему пока нам тихонько меняли главу республики тут там разбирались в том как подмена даже меня любите до пол республики у нас плакала впрочем у страны плана слезами это дело не ограничилось как мы выяснили потому что многие посмотрев все на все это решили проверить а действительно ли мой сын мой сын действительно ли это мои родители действительно сейчас буду пора мы сюда и дошло да уже практически все такое на грани паранойи у нас есть лаборатории днк которые значит занимаются вот этими анализами и они берутся денег ну да они говорят что к ним значит уже очереди и самое то печальное что каждый четвертый вот конкретно если об одной лаборатории говорить каждый четвертый обратившийся к ним в итоге выясняет что опасение это их ужас это то все в курумканском районе беспочвенно нет это по бурятии в целом но четверть тех кто обратился то есть выясняет что на самом деле они не родственники но там конечно дело не всегда в подменах роддомах там где-то сами понимаете разные ситуации бывают много человеческий фактор все равно тут на первом месте мне кажется никакого там злого уста то нет такого же конкретного конечно слава богу что большинство все-таки выясняет что сегодня в порядке на самом деле причин на основании беспокоиться не было кто-то кто-то втайне от жены приходит кто-то втайне там других родственников пытается что-то выяснить но видимо это тайна так и остается тайной ну да это тайна как бы ну следствие тем более медицинская тайна они такими должны быть ну и давай напоследок у нас два таких один грустный совсем материал один материал для раздумий я даже не знаю для чего и как как обычно мы ну и закончим таким теплым материалом душевным так сказать жители бурятии уже попрощались с вячеславом наговицы нам у нас и он тоже решил попрощаться в ответ и соответственно рассказал в том числе газете номер один о том о чем он раньше еще особо не распространялся поделился впечатлениями первыми когда он прибыл республику рассказал о том с какими проблемами сталкивался о конфликтах которые были но правда он отрицает что конфликты были говорит что все это рабочий момент и в принципе решаемое рассказал о том наказе который дал новому главе что он ему передал мы вообще об ощущениях глава республики признался что он считает себя своим в бурятии и что душой он всегда останется здесь что у него есть много друзей ну и мы не сомневаемся что он будет часто приезжать республику в том числе ну как минимум порыбачить заядлый рыбак а у тебя вот самого давай такой вот напоследок личный такой вопрос твое личное отношение к наговицы на какое сложилось за те годы что что он здесь правил ну или по крайней мере ты его знал как руководитель республики ну давай так честно потому что ну сейчас вот ну да меняется у нас целая эпоха можно сказать да уходит эпоха наговицына приходит другая эпоха вот ощущение той эпохи какой у тебя но вячеслав наговицын все-таки сумел удержать бурятию от тех кризисов и страшных экономических явлений которые на стране происходили не уверен что сделано конечно было все что возможно на сто процентов о чем номер один уже не расписал и разбирался чтобы можно было бы сделать лучше критиковали твоего несчастных что поделать нет нормально то есть это была критика на правду структивный по существу конечно были моменты и шлаф наговицын это понимает что где-то можно было подтянуть где-то можно было донажать где-то можно было про лоббировать как-то какие-то моменты продавить но как сложилось так сложилось что поделать но тем не менее я думаю выходит из бурятии все-таки скорее со знаком плюс чем со знаком минус я абсолютно с тобой согласен потому что но у меня тоже такое же отношение к нему не хватило ему жесткости конечно да и какой-то там твердости характера что необходимо вот занимая такой пост тем более в такой непростой республике как наша волос спасибо тебе большое за то что нашел время поучаствовать в нашей программе и творческих успехов спасибо